С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и с подвижниками. А затем, есть одно очень хорошее дело, и оно представляет собой не совершение чего-либо, а оставление. Но в конце концов, это тоже дело. Устремись сегодня к нему, попробуй практиковать его в течение одного дня. И посмотри на себя, сможешь ли ты это сделать или нет. Это дело совершали с подвижники, да будет доволенными всеми Аллах, в числе которых был Абу-Бакар-Сиддик. Что это за дело? Придерживай свой язык. Абу-Бакар да будет доволен им Аллах, так как он был богобоязненным, благочестивым человеком, не ограничивался простым совершением халяля и отдалением от харама. Нет, он обладал особым благочестием. Умар да будет доволен им Аллах рассказывал, я видел, как он сдерживал свой язык и говорил, указывая на язык. Это то, что привело меня к опасности. Ты, Абу-Бакар, Абу-Бакар тот, кого будут звать, зайти изо всех восьми врат рая. Лучший из нашей уммы после пророка да благословит его Аллах и приветствует, и он боится, что его язык приведет его к опасности и погибели. Так что тогда мы должны сказать о себе? Итак, прямо сейчас посмотри, сколько времени. Я хочу, чтобы в следующие 24 часа до наступления нашей следующей передачи, я хочу, чтобы в течение 24 часов твой язык говорил тебе только благое. Ни злословия, ни сплетен, ни лжи, ни насмешек, ни издевательств, ни непристойных слов, ни сквернословия, ни проклятия, ни поношения, ничего из запрещенного. Ты в состоянии это сделать? О несчастный! Каждое твое слово будет записано. Не говори, что это не важно. Слово может поднять тебя на верхней степени рая или же спустить тебя на самый низ ада. В первом случае это будет из-за довольства Аллаха, во втором – из-за гнева Аллаха. Ибн Масуд говорил, «Нет ничего, что заслуживало бы большего сдерживания, чем язык». Ничего! Надо, чтобы Дуния сдерживалась, так же, как и язык. Наша проблема в том, что мы не молчим. На работе, дома, на улице, в машине, и телефоны тоже. Машаллах! Работают 24 часа в сутки. Человек разговаривает либо по телефону, либо с теми людьми, которые вокруг него. Хотя в основе язык не должен говорить слишком много. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть тот, кто верует в Аллаха и судный день, говорит благое или молчит». При Аль-Худайбии ум рассказал некоторые слова, когда он поспорил с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и потом он рассказывал, «Всю свою оставшуюся жизнь я делаю благие дела, надеясь, что они искупят те мои слова, которые я произнес». Всю его жизнь. Сегодня мы определим для себя один способ. Если в течение следующих 24 часов ты ошибешься, злословие, ложь, сплетня, насмешка, поношение или что-либо другое из запрещенного, заплати динар, заплати 10 реалов за ту ошибку, которую ты совершил. Ты можешь это сделать? Я думаю, так ты придержишь свой язык. Кто промолчит, тот спасется. Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в судный день, говорит благое или молчит. Клянусь Аллахом, сегодня людей обрек на погибель их язык. И так же, как людей ввел в рай только их язык, слова «ля иля 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 ла» в огонь, их так же ввел их язык. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, «Тому, кто поручится мне за то, что находится между его челюстей, то есть за язык, и между его ног, то есть половой орган, я поручусь за то, что он войдет в рай. Храни язык свой, человек. Пусть не кусает он тебя, ведь он как змей. Со сколькими из тех, кто сейчас находится в могилах, и которых убили их языки, боялись встретиться храбрецы». То есть иногда человек может быть героем и силачом, но что его погубит? Его язык. Мы сегодня, только вспомни, что погубило многих людей, что разрушило их дома, что привело к тому, что они потеряли своих друзей и любимых людей, что привело к тому, что человек загубил свое будущее. Знаете ли вы, знаете ли вы, что загубило большинство из этих людей, их язык? Поэтому Аллах предостерегает, стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. «Что касается тебя, то я хочу, чтобы только 24 часа подряд ты сдерживал свой язык. Если у тебя получится, то ты успешный». Отличный человек. Из соизволения Аллаха продолжишь так себя вести. Отврати свой язык от любого харама. А что же мне тогда говорить? Говори благое. Зикр. Тазбех. Таглиль. Повелевай одобряемое. И запрещай порицаемое. Давай людям хорошие советы. Если же ты заговоришься и вдруг вспомнишь, «Ой, я ошибся», сразу же давай милостыню. За то злословие, которое ты сказал. Из соизволения Всевышнего Аллаха, если ты придержишь язык, ты окажешься в большом благе. Из соизволения Аллаха, ты шагнешь в рай, ширина которого равна небесам и земле. Придержи свой язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова